Мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к диагностике, проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Я даю команду на счет риски, она сканирует пространство над головой Аллы под ногами, 360 градусов вокруг нее. Она сканирует систем тонких тел Аллы, находит все. Не воронка, не упокойная душа, гуманоид с конструкцией, как сверло конструкции, но и просверлил позвоночник. Длинное сверло. Гуманоид. Откуда это гуманоид? Кута. Гуманоид с Утой. А кто тебе разрешал сверлить сверлом ее позвоночника? Он не позвоночник, он чакры просверлил с головы до копчика. Кто тебе разрешал сверлить ее чакры с головы до копчика? Никто. Это удобно. Хорошо. Ты считаешь, это нормально, да? Тебе удобно, и ты можешь делать таким образом то, что тебе удобно. Я правильно понимаю? Мы пользуемся всеми вами. Отлично. А я пользуюсь вами. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Вот гуманоид. Вот до сюда ты дошел. У тебя нет права иметь это. Если я это имею, значит у меня есть право гуманоид. Ты должен вернуть это. Ты думаешь, я как-то украл у кого-то что-то? Так вот, гуманоид, мы сегодня вернемся к этому разговору еще не один раз. И посмотрим, чем он закончится. Итак, у нас одна воронка. Даю команду на щитри. Воронка выходит. Отключается полностью. Скэнер помогает. Вместе с сопутствующими энергиями выходит эта воронка. Да, готова. Отправляй ее в клетку-тюрьму. Выстраивай канал от воронки. Если есть ответственность за нее, он притягивается в клетку-тюрьму. Один, два, три. Стоит в клетке. Без. Сколько герц? Семь. Подкинул воронку без? Нет, она сама наступила. Как давно это было? Сколько прошло времени? Четыре месяца. Понятно. Как она начала твое присутствие? Тянул ее. Более щелло. В каких местах? Ноги? Кости. Кости. Хорошо. Суставы. Кости и суставы. Я так и увидел. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Нет, стоп. Я даю команду скэнеру. На щитри скэнер сканирует аллу. Отключает полностью. До последнего чипа датчика импланта. Эту конструкцию. Выводит конструкцию вместе со всеми чипами, датчиками и имплантами. На щитри, один, два, три. Пошел процесс. Сколько находился гумануица своей конструкции в этом биополе? Пять месяцев. Воровал биоматериал частички души? Отправлял на свою планету? Пока не отправлял. Наполнял в пираль. У нее очень много как отростки от нее и датчиками. Подключки. Это отключается сейчас? Это все вышло уже в клетке. Вышло. Хорошо. Отлично. Начинаем с реверса энергии. Яду команды тонкой копии Аллы спроецируют все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкооперационную энергию в ее биополе. Каналы страются также и к конструкции гуманоида и к воронке. Яду команды тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкооперационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслифор. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Али. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Вот такие доты, здесь неупокойная душа ждет. Я обращаюсь к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься, как тебя зовут? Мальвина Игоревна. Мальвина Игоревна, как давно вы закончили земную жизнь? 1852 год. В каком возрасте и почему так долго оставались на земле? 32 года. У нее шляпка такая. И платье тех лет длинное, с корсетом. В каком городе вы жили? Она постоянно поезд показывает. Наверное, не помнит уже, да? Поезд ее сбил. Ее сбил? То ли она упала с него, я не пойму. Смерть наступила посредством... Паровоз. Несчастный случай был или вас убили? Самоубийство. Понятно. Поэтому не могли уйти или не хотели? Как это правильно понять? Она спрыгнула с поездой. Все понятно. Хорошо. Мальвина Игоревна, вы хотите, чтобы мы открыли вам портал, да? В Чистилище Светлый? Я пять дней жду. Утомилась уже. Это да? Или нет? Я не понял. Да. Хорошо. И даю команду. На четыре открывается Светлый портал в Чистилище. Один, два, три. И Мальвина Игоревна уходит в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего. Ее куратор, ее друзья встречают ее. Желаем ей всего хорошего. Сейчас она зайдет. Она поднимает одной рукой платье, а другой у нее как-то росточка тонкая такая. Там энергии такие. Какие? Чистые, радостные. И у нее меняется настроение. И мысли идут, что давно надо было уйти, что я боялась. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Реверс закончился? Закончился. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Даю команду скейнеру. Скейнер просканируй. Полноту души у Аллы. 94%. Понятно. Я даю команду. В порядке реверса Алла забирает все чистую и светлую божественную энергию. И обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Алла себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Готово. Хорошо. Бес, в биополе еще осталось что-то на твоей чистоте? Есть какие-то подключки? Он на ногах, на подошвах что-то показывает. Хорошо. Выходи. Снимай все. Ничего не забывай. Есть какие-нибудь лярвы? Затемнение без? Сейчас, секунду. Вот эта воронка, она стягивала вниз в ноги негатив. И он как стельки на ногах прилипал. Хорошо. Снимай это все. Итак, есть лярвы какие-нибудь? Затемнение? Здесь спираль была и затемнение. Хочешь их забрать? Это затемнение? Давай. Хорошо. Хорошо. Разрешаете, как все снимешь, забрать это затемнение? И возвращайся назад. Готово. Скэнер про сканер. Сколько сейчас? Полнота души? 100%. Расинферизация закончилась. Отлично. Хорошо. Ты команда скэнера на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честно. Хорошо, Бес. Ты больше не придешь в это биополе, тебе это понятно, да? Да, понятно. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал на частоте Беса 1, 2, 3. Бес забирает, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. С воронкой пришел, он просит воронку. Забирай воронку, уходи. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Я прошу ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Али. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Ута с конструкцией. Пробурил каким-то сверлом, который сейчас там находится в клетке, полностью все чакры. Она говорит, ему так удобно делать. Я вам показываю. Да, хорошо. Обязательно верните все спирали. А спирали-то разве не в этом? Не в конструкции была, Вера? Да, из конструкции мы вернули уже все. Мы уже все вернули. Молодцы, такой спирали. Они забирают биоматериалы. Мы уже так поняли. Мясо, грубо говоря. Да, это какой-то мясник вообще. Ли, он не скоро выйдет по нашим земным меркам за такие бурения. Это не быстрый процесс. Хорошо. Верва должны соединить его со всеми другими пострадавшими. И там наверняка будет немало. Все понятно. Благодарю тебя за информацию. Не забрали его. Хорошо. Под конструкцией открывай воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Больше у нас ничего не осталось, да? Ничего. Хорошо, Алла. Мы закончили проверку. Как вы себя чувствуете? Чистое чувство, наполненное, счастливое. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в эту комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учитель Аллы. Мужчина. Снимается маска и голограмма и фантом пристает перед тобой в первом сданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учитель Аллы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Македон. Куратор. Вы куратор? Сейчас он сформируется. Счастлив приветствовать вас. Приветствуем вас, уважаемый Македон. Рад этой встрече. Правильно. Вы считали, меня зовут Македон. По вибрациям это самое правильное имя. Благодарю вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Алла. Мы сегодня проводили ее проверку. И у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будьте ли вы так любезны, уважаемый Македон, ответить на эти вопросы? С радостью отвечу на вопросы. Благодарю вас. Я начинаю с вашего позволения, со вступления. Эта наша встреча очень важна для меня и моего духовного развития. Я хочу больше узнать о себе, а может быть и вспомнить. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? У тебя гибридная душа, так же, как у меня. Сама душа ангельская, но в ней есть добавки планеты Меркурий. Ангельская и Меркурий. Очень интересная консталляция. Мы еще никогда не видели представителя Меркурия у нас. Это очень малое количество. Вас немного, да, вы хотите сказать? Нет. Количество Меркурия всего 20% добавлено к ангельской душе. И больше тогда получается 80% ангельской, да? Да, правильно. Благодарю вас. Как выглядит дом моей души? Интересовало, Алло? Добавите что-нибудь? Получается два дома. Ангельский мир и Меркурий. Ангельские энергии очень легкие. Чтобы их утяжелить, добавлены энергии Меркурия. Меркурий — это артуть, если вам известно. И так же выглядят энергии. Но они выглядят как точки в ангельских энергиях, чтобы немного приземлить, утяжелить. Ангельский свет с энергиями Меркуриями ангельские души могут входить в более низкие слоя и низкие вибрации. Я говорю про вибрации наших уровней. Они никак не связаны с планетой Земля на космическом и галактическом уровне. Я понимаю. Обычно добавляется ангельская энергия для того, чтобы, например, как у меня энергию плеяд сделать чуть легче. В этом случае было чуть наоборот для того, чтобы утяжелить ангельские энергии. Я правильно вас понял? Да, если можно сказать, утяжелить. Утяжелить. Я понимаю. Благодарю вас. Что-нибудь еще хотели добавить, уважаемый Македон? Нет, пожалуйста, продолжайте. Благодарю вас. Второй вопрос. Каковы задачи моей души на Земле в этом воплощении? О, это очень интересный вопрос. Я объясню, почему смесь ангельских энергий и Меркурия несут в себе очень интересную смесь. Много энергий, много дел, много интересов. Душа успевает сделать разные действия во время жизни на Земле. Работает все, руки, ноги, голова. Человек очень быстро продвигается, и у него всегда есть желание это делать. Если только ангельские энергии, они легкие, и человека бросают из стороны в сторону, как, например, зависимости или эмоции, то с добавлением Меркурия человек балансирует свое сознание и продвигается без разных своротов, я бы сказала, с дороги развития. Ангельские энергии, они всегда в себе несут помощь, то есть желание помогать людям. Энергии же Меркурия балансируют сознание и дают приземление и осознанность того, что нужно. Задача любой души, независимо, гибридная она или чистая, что очень редко на сегодняшний день, это развитие, развитие именно на Земле, прохождение через эмоции, через общение вербальным языком, так как в нашем мире вы понимаете все телепатическое, телепатическое общение. На Земле же очень интересно правильно излагать свои мысли с добавлением волшебных слов, сталкиваясь с разными людьми, меняясь и меняя других. Своим позитивным развитием души, как у нас, гибридные с добавлением Меркурия, не останавливаются, они всегда в пути, то есть в развитии. Это самое главное. Впитывают что-то новое, интересное, не стандартное. Всё, что приходит на Землю, любая информация нам интересна. Этим путём мы идём к осознанности, развиваясь, развиваясь, и получая эмоциональное и земное развитие, поглощая эти энергии Земли, чувств и эмоций. Благодарю. Благодарю я вас. Очень интересный ответ, очень интересные свойства души. Можем переходить к третьему вопросу. На каком уровне находится моё высшее «я»? На десятом. Благодарю вас. Следующий вопрос. Как мне восстановить связь с моим куратором? Связь была нарушена, уважаемый Македон, или правильно было установить? Установить. Связь была односторонняя. Я всё прекрасно слышу и вижу. Но чтобы установить связь, нужно понимать, с кем ты её устанавливаешь. Всё, что делала Алла, это, как вы говорите, тыкала пальцем в небо. Я полагаю, так она и гуманоида последнего нашла пять месяцев назад. Это и есть ангельские энергии. Доверять и наиболее полагать, что ты на правильном пути. Не имея никаких сомнений. Безусловно. Я понимаю. Благодарю вас. Но энергия Меркурия отталкивает её к настоящему знакомству. Это и есть наша гибридная душа. Поэтому она здесь. Именно. Благодарю вас, уважаемый Македон. Значит, она всё прекрасно слышит. Итак, как установить связь с моим куратором? Нужно быть в определённом состоянии спокойствия. Чтобы услышать меня, нужно просто позвать по имени. Здесь нет никакой тайны. Знаки, которые я посылаю, ты видишь частично. После нашего знакомства ты будешь понимать другие свойства знаков и моих к тебе обращений. Как я уже сказал, нужно находиться в определённом спокойном состоянии и доверять своему сердцу. Обязательно представить и активировать мир Кабу вокруг себя как универсальную защиту. Направить своё намерение на эту защиту и обратиться ко мне по имени. Короткий вопрос. Я дам короткий ответ. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Македон. Я перехожу к пятому вопросу. Что я должна сделать? Чему научиться? Что я ещё должна познать для моего духовного роста? Много чего ещё можно познать. На Земле очень много интересной информации. Я не могу тебе назвать конкретно, в какую сторону идти. Но у вас много книг. И если ты будешь внимательный, ты будешь получать информацию к интересным источникам. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Кем я была и чем занималась в моём прошлом воплощении? Я полагаю, на Земле. Потому что прошлое воплощение это считается жизнь между жизнями. Я бы хотел добавить по этому вопросу и твоей коррекции. Ты совершенно правильно корректировал. Но я бы хотел заметить по предыдущему вопросу общения со мной. Пожалуйста. Если будет вопрос в таком виде, вы получите неправильный ответ. И будете наивно думать, что он пришёл от меня. Потому что ваш мозг настроен на прошлую жизнь на Земле. Но вопрос вы не заканчиваете. И моё понимание приходит совершенно по-другому. Поэтому ответ будет настолько нарушен вашим мозгом и моим пониманием, что получится каша, в которой вы будете разбирать. Наивно верить. Правда или неправда. Или же наивно верить. Ты прав. Поэтому, как я уже сказал, продумайте правильно вопрос и задайте его коротко. Мы не можем это контролировать. Это ваша задача. Когда вы задаёте вопрос, как связаться с вами, с кураторами, это немножко приводит в ступор. Именно из-за таких ситуаций. Я рассказал самое-самое простое. То, о чём ты уже знаешь. Состояние безмыслия и меркаба. Но есть много, очень много способов и других техник, которым нужно учиться. И это неправильное время для меня отвечать и рассказывать все эти техники. Это твоя задача и понимание, с кем ты связываешься и как ты задаёшь вопросы. Благодарю, что вы слушали меня. Я благодарю вас, уважаемый куратор Македон. Здесь всё понятно. Какой вопрос, такой и ответ. Надо всё продумывать, потому что каждое слово несёт свою энергетику. И в таком понимании это действительно жизнь перед воплощением. Я расскажу о прошлой жизни на Земле. Будьте любезны, пожалуйста. Я лишь добавил к тому, что можно исправить и улучшить. Короткий вопрос, короткий ответ. На данном примере я лишь показал неправильность вопроса. В этот момент я могу указать вербальным языком, не телепатическим, который вы неправильно поймёте. У меня был шанс показать, и я думаю, Алла получит опыт. Замечательный урок. Благодарю вас. Прямо на месте. Именно. Теперь давайте вернёмся к прошлой жизни на Земле. Что нам архивы расскажут? 1564 год. Азиатская страна. Сейчас. Это рисовые поля. Ты была мужчиной. Имела свой дом. Это южные провидции Китая. Обрабатывала поля с рисом. Я правильно понимаю. Именно так. Жена и трое детей. Крестьянская размеренная жизнь, если так можно сказать. И поклонение императору. Именно так. И поклонение, конечно, императору. Благодарю вас за эту информацию. Если мы закончили, можем продвигаться, или вы хотели добавить? Продолжайте, пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Македон. Седьмой вопрос. Что мне нужно сделать, чтобы повысить свою осознанность? Анализировать. Не принимать всё. Не принимать всю информацию за чистую монету. Анализировать и искать другую информацию. Это самое лучшее, что может сделать душа. Ей не хватает информации всегда. Поэтому она ищет. Это самый лучший поезд. С накоплением такой информации твой кругозор расширяется. Ты можешь взвешивать эту информацию, сравнивать эту информацию. Не нужно доверять всему, ну и нельзя быть упертым и верить всему, что тебе говорят. Найди баланс между этим. Принимай информацию, впитывай. Со временем она вся уложится, но знания, они останутся. Я хотел сказать, ты не найдёшь ответов, правильные или неправильные. Это информация, но она останется в тебе, и ты будешь знать, что есть альтернативные мнения, есть альтернативные решения, и это сделает твою душу. Более осознанной в том плане, что душа будет крепче, крепче и открытие к знаниям. Благодарю. Я перехожу с вашего позволения к восьмому вопросу. Какая главная задача моей души в этом воплощении? Твоя главная задача в этом воплощении — любить ангельские души. Они состоят из света и любви. В этом и есть твоя главная задача — любить и дарить эту любовь и свет вокруг себя. Как я уже сказал, вы пользуетесь вербальным языком. Пользуйтесь им красиво, чтобы на душе не оставалось ран. Благодарю. Благодарю я вас. Тевятый вопрос. Моему физическому телу предстоит хирургическая операция на позвоночник. Я хочу спросить, как я её перенесу и какой прогноз на будущее? Смогу ли я жить полноценной жизнью? Я не могу отвечать на вопросы о будущем. Хорошо. Это будет зависеть от физического состояния тела. Есть несколько направлений. Я имею в виду несколько итогов операции, несколько направлений будущего. Но я буду стараться, чтобы это был положительный исход, направляя правильных врачей и правильные действия. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ. И у нас остался последний, десятый вопрос. Какой был бы ваш совет для меня, о котором я не подумала спросить? Буду очень благодарна за любые рекомендации и от всей души благодарю. Я бы хотела напомнить про намерение. Про намерение и его силу внутри нас. До операции или после операции. Это твоё решение. Я лишь скажу систему. Когда тебе начинать и как делать можешь решать только ты. Биоробот или биологическое тело состоит, как вы знаете, из клеток. Поэтому я советую представить себя своим намерением и визуализацией клеточкой, маленькой клеточкой организма и разговаривать со всеми клетками, показывая им здоровье, счастье, радость и перемещаясь от одного больного места к другому потихоньку, снизу позвоночника потихоньку вверх. Намерением и визуализацией выстраивают свой костный мост снизу вверх, укрепляя его, добавляя всё необходимое, разговаривая с каждой клеточкой. И тогда весь организм наполнится здоровыми, крепкими, жизненно необходимыми клетками. У клеток не будет сомнения, что им нужно жить и что они здоровы, когда они не будут видеть вокруг себя больных и умирающих клеток. Но для этого нужна визуализация и сильное намерение. Всё в ваших руках. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Македон. Это был последний вопрос. Если вы хотите сейчас активировать её внутренний стержень или добавить от себя что-либо, это был бы самый лучший момент. Да, я с удовольствием активирую внутренний стержень. Нам нужно взяться за руки и, конечно же, крылья за твоей спиной. Пока они как свет, но позже они оформятся. И это твоя защита. Не забывай об этом. Стержень активирован. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Македон. Осталась одна очень добрая традиция в этой комнате диагностики, которую на Меркурии ещё никто не знает, но в ангельском мире уже знает. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, мы всегда делаем один определённый подарок. И, вера, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Македона, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь и просто на добрые воспоминания. Это замечательный, шикарный, волшебный, неординарный и просто очень вкусный подарок. Я благодарю вас. Нас радует, что вам понравилось. Благодарим и мы вас. Очень понравилось. Замечательно. Передавайте привет Меркурию от нас. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих учеников, подопечных. Мы готовы им открыть двери. Это наша работа, в которую они пойдут уже дальше сами. Мое сердце стучит возбужденно, а душа радуется. Мне очень приятно была эта встреча и я вас благодарю за нее. Взаимно, уважаемый Македон, на этом месте всего наилучшего и я говорю до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Алло, мы закончили встречу с вашим куратором Македоном. Как вы ее оцените? Вы все ответы получили? Как он правильно сказал. Какая волшебная встреча, незабываемая. Мне так тепло и приятно от этого. Хорошо. Будем возвращать сейчас вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аллы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, к каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует...